Приветствую всех теле и интернет зрителей в эфире канала ПС программа в центре внимания и казалось бы какому вопросу если не образовательному стоит посвятить разговор в эти дни ведь сегодня у школьников продолжаются осенние каникулы и на пороге новой четверти можно подвести первые итоги проделанной работы и наметить планы на будущее сделаем это вместе с заместителем мэра Архангельска по социальным вопросам Ириной Орловой. Ирина Васильевна здравствуйте. Здравствуйте. Итак первая четверть подошла к концу дневники сданы оценки поставлены и теперь пришло время специалистам скажем так дать оценку начавшемуся учебному году как он начался вот по вашей оценке и сколько в целом детей сейчас учатся у нас в школах и посещают детские сады. Ну во первых хочется сказать что казалось бы совсем недавно мы волновались вместе с родителями отправляя детей первого сентября в школу и действительно первая четверть уже позади. И радует то что первая четверть успешно закончилась во всех 52 общеобразовательных организациях города Архангельска и что замечательно что этот учебный год мы встретили опять с ростом количества обучающихся в наших школах. На 619 учеников в школах города Архангельска стало больше и в целом в наших образовательных организациях обучается 33 628 обучающихся. Это очень хороший показатель то есть мы наконец-то вышли из демографической ямы и вот уже на протяжении последних трех лет у нас отмечается рост количества обучающихся в школах города Архангельска. Что еще немаловажно что на 153 первоклассника в сравнении с прошлым учебным годом а он тоже был у нас с нарастающим итогом пришло в школы города Архангельска в первый класс. Это тоже очень хороший показатель. Действительно сейчас ребята у нас отдыхают на осенних каникулах. Учителя готовятся к следующей четверти. Я думаю что она тоже будет успешная. Ну а если в целом говорить о том как мы начали учебный год то хотелось бы отметить что в связи с переходом на программу 1.4 мы в этом году завершаем вот этот переходный период и у нас только в трех образовательных учреждениях образовательных организациях нет 11 классов. Это школы номер 55, 68 и 82. Вот к сожалению в этом учебном году там не будет выпускников. Следует отметить что нынешний учебный год ознаменовался еще одним этапом сдачи государственной итоговой аттестации для девятиклассников. В конце летних каникул мы отмечали то что у нас большое количество ребят девятиклассников не смогли сдать государственную итоговую аттестацию. Был второй этап, был третий этап и вот наконец-то у нас все девятиклассники сдали государственную итоговую аттестацию. Радует то что многие из них пришли в десятые классы в профтех училища для того чтобы дальнейшее получить образование. Вот это такое у нас было начало учебного года. Если говорить о его продолжении о второй четверти то она приходится большей частью как раз на зимний период. И вот в связи с этим вопрос готовы ли школы образовательные учреждения в том числе и дошкольные встретить холода? 179 тепловых узлов вот такое количество у нас тепловых узлов теплопунктов 100% готовы к работе в зимний период. На сегодняшний день во всех образовательных организациях у нас тепло, комфортно, уютно. За период летней кампании мы подготовили все тепловые узлы, системы отопления, системы электроснабжения школ города, водоснабжения. И вот первая четверть как раз вхождения в морозы и первые морозы октябрьские показали что все системы работают в штатном режиме, сбоев нет. И я очень надеюсь что точно так же с такими же показателями мы и войдем в весну 2015 года. На сегодняшний день у нас все работает. Ну вот как раз мы заговорили и о детских садах в том числе. На сегодня это одна из таких самых актуальных проблем. Как в Архангельске выполняется как раз майский указ президента об обеспечении детей до трех лет местами в детских садах? Надо отметить что на протяжении последних четырех лет у нас дети в возрасте от трех до семи лет, которым исполняется три года на первое сентября текущего учебного года, обеспечены местами в детские сады. Для этого мэрия города предпринимает достаточно много усилий и мы с каждым годом наращиваем темпы ввода и дополнительных групп в детских садах и открытие детских садов в целом. И мы уже называем цифру, если мы на протяжении нескольких лет говорили, что в детских садах у нас места и услуги дошкольного образования получают порядка 17 тысяч детей, то на сегодняшний день, на первое сентября 2014 года местами в детские сады были обеспечены 19 083 дошкольника. Это 800 групп дошкольных в наших детских садах. Для сравнения скажу, 2012 год 771 группа, 2013 791 группа. То есть с каждым годом мы наращиваем это количество. Но напомню еще раз, что мы ввели в строй детский сад в рамках государственно-частного партнерства на улице Добролюбова, 19, где функционируют 6 групп общеразвивающей направленности на 120 детей. В стадии завершения комплексный капитальный ремонт в детском саду номер 157 по адресу Полина Осипенко, дом 7. И мы надеемся, что к Новому году мы введем данное дошкольное образовательное учреждение, и в нем появится 219 мест для наших дошкольников. 56 муниципальных учреждений у нас организуют различные услуги для детей, не посещающих детские сады, и, в общем-то, охват достаточно тоже высокий, около 2000 детей получают услуги дошкольного образования, не посещая детский сад на полный день. Это тоже очень хорошее подспорье в организации именно подготовки детей к школе и оказания дошкольных образовательных услуг нашим малышам. Поэтому я думаю, что тот указ президента, о котором мы говорим, о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки по достижению к 2016 году 100% охват детей с 3 до 7 лет мы уже выполнили. И надеемся, что те дети, которые в течение учебного года, им исполняется 3 года, надеемся, что мы и эту цифру тоже скоро будем выполнять на 100%. Ну вот серьезным, как вы уже отметили подспорьями, является и создание открытия дополнительных групп в детских садах, причем открываются они не только в центре города, но и, например, в поселке 14 лесозавода и даже на острове Хабарка. Сколько всего мест создано дополнительно, да, и где, если есть такие данные, и будет ли работа эта продолжена в этом году, в следующем? В текущем учебном году, вот сейчас на стадии открытия, у нас 9 дополнительных групп на 175 мест. Да, вы правильно отметили, что с каждым годом мы стараемся ввести вот такие дополнительные группы, находим эти резервы, к сожалению, закрывая какие-то специализированные кабинеты, переоборудуя методические кабинеты. Был период, когда мы закрывали дополнительные спортивные залы, но сейчас мы уже все вот эти ресурсы исчерпали, и на сегодняшний день, да, в отдаленных округах, это на Хабарке, на Кегострове, на 14 лесозаводе мы открываем дополнительные группы в тех помещениях, которые раньше были групповыми. Для этих целей у нас были предусмотрены средства городского бюджета на капитальный ремонт, и на сегодняшний день мы получили 4,5 миллиона средств федерального бюджета на оснащение данных групп. И вот в настоящее время в образовательных организациях завершаются работы по приобретению оборудования, и уже в ближайшее время, в конце ноября, наши детки в эти группы придут. Это еще раз подчеркну, 175 дополнительных мест. А вот как раз вы заговорили о федеральных средствах, то есть они идут на закупку мебели, как раз оборудование, да, все, что должно быть внутри. Да, все то, чем должна быть группа оснащена для организации дошкольного образования, прежде всего, и, конечно же, присмотра и ухода за детьми. Ну, получается, что 9 групп, да, вы отметили, это 150, 175 мест, да, это практически целый детский сад, да. И надо сказать, что это места, которые на окраинах города, это не в центре, а вот уже на окраинах города. Ну, родители часто хотят, не секрет, чтобы ребенок пошел в детский сад пораньше. И в связи с этим действуют ли в наших детских садах группы так называемого раннего возраста? И какой это возраст? Мы имеем в виду возраст от полутора до трех лет. Это тогда, когда семья перестает получать пособие по уходу за ребенком. Мы все знаем, что по федеральному законодательству это пособие мамочки получают до полутора лет. И вот с полутора лет, конечно же, маме хочется выйти на работу, и желание это, оно понятно для всех, и хотелось бы, чтобы ребеночек пошел в детский сад. К сожалению, конечно, в центре города мы не можем обеспечить вот такими группами для детей раннего возраста с полутора до трех лет удовлетворить желания родителей. Но с каждым годом у нас количество этих групп открывается в детских садах на окраинах, потому что там мы полностью обеспечиваем уже местами детей с трех лет, и помещения есть свободные, мы в этих помещениях открываем группы ясельные, как принято говорить. Так вот, на сегодняшний день такие группы у нас есть. В детском саду «Почемучка» — это детский сад номер 127 на экономии. В аэропорту «Талаги» у нас в детских садах там есть такие же группы. Эти группы открыты у нас в детских садах на лесной речке, на Турдеево. В детский сад 110-й «Морячок» также готов принимать. В детский сад 148 «Высокогоркий Рябинушка» принимает таких ребяток. И есть детские сады на Воравино, в детском саду «Подснежник», на 14-м лесозаводе. Ну и в центре города — это привокзальный район, там достаточно большое количество у нас мест в детских садах. Поэтому там у нас открыты для особо нуждающихся детей группы. Это в детском саду «Евочка», он является структурным подразделением школы номер 5. И в детском саду номер 96 «Сосинка». Но, конечно же, два этих детских сада, они не могут удовлетворить потребность всех желающих с полутора до трех получить места в детских садах. Но мы должны понимать, что обязательным в соответствии с указами президента у нас является предоставление места с трех лет. А вот это все муниципалитет по возможности предоставляет места именно в этих детских садах. То есть это тоже, скажем так, требующий определенных затрат? Да, во-первых, это особые условия. То есть это уже особое оснащение группового помещения, особое оснащение санитарно-гигиеническими приборами. То есть там уже у нас не туалеты с кабинками, а горшечные должны быть. Это особые условия для организации сна детей. То есть кроватки должны быть уже совсем другие. Конечно, это материально затратно. Но самое главное, нам не хватает площадей в существующих детских садах, чтобы это все нам открыть. Поэтому прежде всего это дети с трех лет, а дальше уже в соответствии с типовым положением, по возможности открываем места для детей с полутора до трех лет. А вот если говорить о местах для тех ребят, которые должны пойти в учреждение не по месту проживания, не по месту проживания, точнее, то есть когда место проживания и пребывания отличаются, чем эта проблема обусловлена, насколько она актуальна? Ну, я думаю, наверное, вы имеете в виду тех детей, кто получает место в детском саду по решению суда. Да, есть обращение очень многих родителей. Когда родители для того, чтобы ускорить процесс получения места в детском саду, обращаются в судебные инстанции. И выполняя судебное решение, мы предоставляем не от того, что мы хотим, как многие родители принимают, делают такие выводы, что вот раз и обратились в суд, поэтому и место предоставили далеко им. К сожалению, решение суда выходит, как правило, для детей в возрасте, опять же, от полутора до трех лет. И чтобы выполнить это решение суда, мы же должны по возрасту место предоставить. Я перечислила, где у нас есть возможность открыть такие дополнительные группы для детей ясельного возраста. И поэтому, когда суд выносит решение, что ребеночку полутора лет, бывают случаи одного года, родители в один год, ребенку исполнился, уже идут в суд, и получают положительное решение, так как закон об образовании гласит о том, что возможно предоставление услуги дошкольного образования уже с двух месяцев. Но это идеальные условия, закон говорит об идеальных условиях. И суд принимает решение на стороне ребенка, на стороне родителей. И для того, чтобы выполнить это решение, а срок муниципалитету дается один месяц, мы предоставляем место там, где они есть. А места есть, я уже перечислила, в отдаленных детских садах, потому что, еще раз скажу, ресурс двух групп в двух детских садах, это школа номер 5 и школа номер 96, он не бесконечен. То есть группа комплектуется 15 человек, и далее мест нет. Ребятки эти начинают ходить в детские сады, детский сад больше принять не может. Поэтому, выполняя это решение, мы вынуждены предоставлять место ребенку там, где оно есть. Причем, надо сказать, ведь решение суда выносится на территории города Архангельска. А территорией города Архангельска является и экономия, и Исокогорка, и Лесная речка. Это все территория города Архангельска. Поэтому мы здесь не нарушаем законодательство, но родители должны понимать, что другой возможности у мэрии города Архангельска, к сожалению, нет. Мы бы рады всем предоставить место, но этих мест просто нет. Мы будем надеяться, что с открытием детского сада Сиверка в Майской горке, с открытием того же детского сада в Северном округе, как-то эстафета, открытие детских садов продолжится, и мест будет значительно больше. Мы надеемся, что она продолжится, но у нас и детей в возрасте с трех лет становится больше, потому что ребятки подрастают, и трех леток их тоже становится с каждым годом все больше. Поэтому, прежде всего, еще раз подчеркиваю, это выполнение указов президента, дети обеспечиваются местами с трехлетнего возраста, а дальше, по мере возможности, мы, конечно же, будем стараться открывать ясельные группы для ребят в возрасте от полутора до трех лет. Ирина Васильевна, буквально недавно, в один из летних месяцев, мы сидели с вами также общались и говорили о стартовавшей летней оздоровительной кампании, и в завершении сказали, что обязательно встретимся и подведем ее итоги. И вот как раз этот день настал, летняя оздоровительная кампания завершена, а каковы ее итоги, насколько они впечатляют, радуют? Ну, итоги, конечно, летней кампании, они всегда радуют, потому что, если говорить об эффективности оздоровления, то в лагерях с дневным пребыванием детей наши дети получили очень хорошие оздоровительные услуги, и эффект оздоровления достаточно хороший. Радует то, что из загородных лагерей все наши дети вернулись здоровые, окрепшие и успешно пришли 1 сентября в школы. Немножко огорчает то, что в этом году снизились показатели по охвату детей оздоровлением в загородных лагерях за пределами Архангельской области. Если на территории Архангельской области у нас получили путевки ребята с увеличением, мы оздоровить смогли на 16,7% больше детей в сравнении с 2013 годом, то за пределами Архангельской области у нас отдохнуло на 19,7% меньше детей. Но это обусловлено тем, что, во-первых, нестабильная обстановка у нас на территории Ростовской области, связанная с Украиной, и здесь понятно нежелание родителей закупать путевки именно в этих оздоровительных лагерях, а лагерей таких было у нас всегда достаточно, и у наших детей северных с удовольствием отдыхали в Ростовской области. Ну и, конечно же, рост стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря на территории Краснодарского края, на Черноморском побережье, он был существенен в этом году, поэтому то количество, которое мы планировали, к сожалению, нам оздоровить ребят не удалось. Но, тем не менее, у нас увеличилось количество детей, отдохнувших в многодневных походах и экспедициях, причем увеличение в разы. Увеличилось количество детей, вот я уже говорила, в лагерях загородных на территории Архангельской области, и с учетом того, что лето, в принципе, было благоприятно, ребята очень хорошо и здорово отдохнули. Тревожит еще то, что, к сожалению, в связи с закрытием крупных предприятий, у нас снизились показатели по оздоровлению детей за счет работодателей. Нет предприятий, и поэтому они уже не стали у нас участниками организации здравительных лагерей. Но еще раз подчеркну, что родители, которые не получили путевки по месту своей работы, в связи с закрытием предприятия, они все могли оплатить стоимость путевки в наших отделах социальной работы за счет областного и городского бюджета. И на сегодняшний день мы до сих пор продолжаем проводить оплату проезда организованных групп детей в лагеря, независимо от их нахождения как на территории области, так и за пределами Архангельской области. Поэтому я приглашаю всех родителей, кто еще не получил компенсацию за проезд в оздоровительные лагеря для своих детей, обратиться в отделы социальной работы. И до 15 ноября мы всех ждем с документами, подтверждающими проезд ребенка. Но в целом летняя кампания, еще раз скажу, была успешная. Ребята у нас оздоровились, и я думаю, что результаты как раз первой четверти показали, что летние каникулы для ребят были удачными. Но я думаю, этого позитивного заряда хватит на весь учебный год. Да, но не только на весь учебный год, но и мы уже приступили к подготовке летней оздоровительной кампании 2015 года. И здесь для себя мы поставили задачу не только организации лагерей с дневным пребыванием, не только организации загородных лагерей, многодневных походов и экспедиций, но и у нас огромное желание возродить немножко забытую форму организации отдыха для подростков. Это лагеря труда и отдыха. Поэтому я думаю, что когда мы будем с вами встречаться и говорить о планировании летней кампании 2015 года, то уже будем называть конкретные лагеря и места их дислокации именно лагеря труда и отдыха. Вот мы для себя поставили такую задачу уже на 2015 год. То есть в 2015 году, так сказать, нас ожидают приятные изменения? Ну, новые формы, новые предложения именно для наших подростков. Потому что для подростков и у них желание огромное не просто отдыхать, не просто купаться, а если еще и получить возможность заработать и пополнить каким-то образом свой личный бюджет, я думаю, что такая форма отдыха для ребят будет востребована. Сочетание приятного с полезным. Действительно, стоит отметить, что в Архангельске как раз накануне прошло совещание уполномоченных по правам ребенка. Есть ли чем нашему городу в этом направлении поделиться успешным опытом? И как в целом работает институт уполномоченного в Архангельске? Ну, позвольте напомнить, что институт уполномоченного по правам ребенка в городе Архангельске начал развиваться с 25 сентября 2012 года при поддержке мэра города Архангельска Виктора Николаевича Павленко. Потому что Архангельск первый из муниципалитетов на территории нашего архангельского региона заявил о том, что уполномоченному на уровне муниципалитета быть. Мы очень четко понимаем, что уполномоченный по правам ребенка — это своеобразный рупор, кричащий о проблемах детей, транслирующий голос ребенка как на уровне муниципалитета, так и на уровне различных ветвей власти. Что очень хорошо, что уполномоченный по правам ребенка в структуре мэрии города Архангельска он не дублирует другие органы мэрии города. Это действительно некое связующее звено в межведомственном взаимодействии. Потому что институт уполномоченного позволяет, выявив проблему у ребенка, соединить вместе систему опеки и попечительства с системой образования и комиссией по делам несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка порой привлекает сюда и психологов, и социальных работников, пытается не только решить проблему самого ребенка, а в целом решить проблему семьи. Бывает очень часто, что проблемы у ребенка возникают из-за непонимания взрослых друг друга и неприятия. Поэтому иногда уполномоченный просто-напросто всю семью усаживает за стол переговоров, и снимая вот некий такой негатив в семье, помогает ребенку решить ту или иную проблему. Поэтому, конечно же, институт уполномоченного на уровне муниципалитета, он дает свои положительные результаты. Обращусь лишь только к цифрам. За 10 месяцев текущего года уполномоченным при мэрии города принято и отработано более 170 обращений. Граждан, детей, родителей, бабушек, дедушки часто обращаются к уполномоченным. И это очень хорошее подспорье уполномоченному по правам ребенка при губернаторе Архангельской области. То есть тому уполномоченному, функции полномочия которого закреплены на федеральном уровне. Поэтому я думаю, что работая в такой связке с уполномоченным по правам ребенка при губернаторе Архангельской области, мы в городе Архангельске добьемся положительных результатов. Ну, хочется, наверное, пожелать и себе, и всем, чтобы работы уполномоченного по правам ребенка было, наверное, как можно меньше, чтобы меньше возникало конфликтов. Но, а уж если они возникают, чтобы они всегда решались. Ну, я думаю, что работы меньше не может быть, потому что ведь уполномоченные не только решают проблемы конфликтов. Уполномоченные по правам ребенка находят и новые формы по развитию института детства. По взаимодействию, опять же, всех органов, направленных на поддержку детей и подростков. И вот в этом мы убедились буквально вот на днях. Вы правильно совершенно отметили, что у нас в городе Архангельске 28-29 октября работали уполномоченные по правам ребенка Северо-Западного федерального округа. Но наряду с нашими соседями, уполномоченными из регионов Северо-Западного федерального округа, к нам в город приехали уполномоченные из других регионов, вплоть до Владивостока. И вот тема встречи уполномоченных была взаимодействие уполномоченного по правам ребенка с Русской Православной Церковью в интересах развития семьи. И здесь мы опять смогли представить свои наработки, свой положительный опыт, потому что у нас в мэрии города Архангельска, между департаментом образования мэрии города Архангельска, центром муниципальным ЛЕДА, это наше подведомственное учреждение, и Архангельской и Холмогорской метрополией заключено соглашение по духовно-нравственному воспитанию детей в школах города Архангельска. И вот результаты работы по этому соглашению, они дают уже свои положительные какие-то моменты. Надо сказать, что у нас вот уполномоченные была представлена и получила высокую оценку, и работа с Свято-Артемио-Веркальским монастырем, с подворьем Архангельским этого монастыря. Надо сказать, что у нас в городе реализуется уникальнейшая программа для обучения учащихся восьмых-одиннадцатых классов по этнокультурному краеведению «Город, хранимый Архангелом». Разработчиком этой программы является Тамара Вячеславовна Зайцева, учитель школы номер 9. И вот работа над этой программой, она не только в школе номер 9, но и в других уже во многих школах реализуется, она дает положительные эффекты. Я думаю, что вот Институт Уполномоченного по правам ребенка еще может найти много различных форм взаимодействия, и вот таким образом привлекать, как на примере в Русской Православной Церкви, еще помощников в воспитании наших замечательных детей. Поэтому я думаю, что у Института Уполномоченного дел никогда не будет меньше. Ирина Васильевна, на такой положительной ноте предлагаю завершить нашу беседу. Спасибо, что нашли время для ответов на наши вопросы. И до новых интересных встреч. Всего доброго. Напомню, что гостем нашей программы была заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова. В центре нашего внимания был образовательный процесс, в котором пока небольшая пауза. Дети на каникулах, но надеемся, что вновь они сядут за парты с хорошим настроением, ну а родители и педагоги сделают для этого все возможное. А программа в центре внимания будет держать вопрос на контроле. Поэтому до новых встреч на канале ПС. Всего доброго.